Здравствуйте! В эфире новости «Наш день» в студии Мария Денисенко. И сначала коротко о главном. Стажировка сроком на три недели. Сахалинские студенты будут проходить практику в японских нефтегазовых компаниях. Чтобы они прошли курс лекций, семинаров. Две статьи за один наркотик. В Тамари детдомовцы украли семена конопли. Теперь по уголовным делам пойдут как они, так и владелец дурмана. Один из подростков, увидев на подоконнике в зале пакет с семенами наркотика, содержащего растения, похитил его. Сахалинские садоводы против китайских фермеров. Это финал проекта «Битва урожаев». Китайские горчат и прилично. А наши, ну, они сладкие. Живые сладкие огурцы, конечно. Единая городская служба по учету водоснабжения добралась до Сахалина. В нашу редакцию поступило сообщение от специалистов Государственного регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний Сахалинской области. Они обеспокоены многочисленными жалобами от горожан, которые в почтовых ящиках находят извещение с информацией о необходимой проверке приборов учета воды. Со ссылкой на требования федерального законодательства. Однако в государственном реестре фирм, занимающихся подобной деятельностью, эта компания не зарегистрирована. Кроме того, сотрудники единой городской службы обзванивают потенциальных клиентов. Диспетчеры предлагают немедленно заменить счетчики. Как рассказывают в ЦСМ, у данной организации нет права оказывать такие услуги. Также у фирмы нет ни аккредитации, ни лаборатории, ни даже офиса. В пользу нашей области хотелось бы отметить, что вода у нас достаточно качественная. Ну, то есть, по опыту эксплуатации и взаимодействия с центрами Европейской части России, приборы у нас выдерживают и 2,3 межпровержные трава, то есть, служат и по 15 лет, и по 20 даже лет. То есть, увидев данную квитанцию, сделать вывод о том, что нам срочно необходимо поменять прибор, здесь уже нужно смотреть экономическую целесообразность. Мы позвонили на номер единой городской службы, и вот что нам рассказала диспетчер. В извещение всем приходит, это массовая рассылка. В извещении указано по поводу того, что нужно обращаться в случае стечения сроков, и по телефону мы консультируем, уточняем, подошли ли сроки. Мы также поинтересовались, где находится офис компании. Нам ответили на улице Ленина, 24. На месте выяснилось, что по данному адресу находится деревянный барак. Диспетчер обещала, что нам перезвонит руководитель компании, чего так и не произошло. Между тем, жалобы на единую городскую службу поступают не только от сахалинцев. В других регионах люди сообщали о мошенниках в прокуратуру. Жителям области специалисты советуют не пользоваться сомнительными услугами. За консультацией можно обращаться в Центр стандартизации, метрологии и испытаний по номеру, который сейчас вы видите на ваших экранах. Власти Сахалина расширяют сотрудничество с американской корпорацией «Флор Дэниел Евразия Инкорпорейтед». В стороны заключили новый меморандум о партнерстве. Среди важных направлений – формирование материально-технической базы образовательных учреждений, организация стажировок для преподавателей, внесение рекомендаций по содержанию программ. Еще один пункт соглашения – поддержка движения WorldSkills Russia в области программ подготовки для нефтяной и газовой промышленности. Важно, чтобы наши сахалинские дети были адаптированы к новым условиям, понимали эти технологии, шагали впереди, что безусловно даст возможности видеть перспективы и развития Сахалина. То есть по основному деятельности, от чего пополняется наш бюджет, это нефтегазовый сектор. Кроме того, губернатор провел встречу с президентом компании Садека Масао Фудзита. Нефтегазовый консорциум является крупнейшим инвестором и налогоплательщиком в области. В беседе зашла речь о стажировках в Японии для лучших студентов Сахалинского нефтегазового института. Планируется, что первые курсы пройдут уже следующим летом. Экс-председатель региональной общественной организации «Сахалин Япония» Николай Зотов тем временем удостоен одной из высших наград соседней страны. Сейчас он проживает в Калининграде и прибыл на остров специально для участия в торжественной церемонии. Орден восходящего солнца четвертой степени Николай Зотову вручил генеральный консул Японии в Южно-Сахалинске Рюи Тихирана. Почетная награда – это знак отличия людей, которые имеют выдающиеся заслуги в сфере развития дружбы между странами. Оборачиваясь на историю развития японо-сахалинских отношений, вот такой день я надеюсь на дальнейшее углубление дружесленных отношений и сотрудничества. Мы не занимались политикой, а занимались местонародной дипломатией. И многие сахалинцы побывали на Хоккайдо, и жители Хоккайдо на Сахалине, по крайней мере, имеются. Я думаю, что сейчас это плодотворная работа, особенно после встречи президента с правительством Японии. Я думаю, что еще дальше надо развивать эти отношения. И думаю, что все у нас получится. Кроме этого, грамоты министра иностранных дел Японии на церемонии вручены директору Института опережающего развития САГУ Александру Василевскому, руководителю Южно-Сахалинского городского камерного оркестра Александру Зражаеву и президенту общественной организации «Сахалин-Хоккайдо» Сирохата Масайоси. Запомнились борщик, краеведческий музей. Делегация школьников из Японии прибыла на Сахалин. Семеро ребят и преподаватели страны восходящего солнца уже посетили достопримечательности областного центра. А в пятницу старшеклассники побывали на уроке японского языка в гимназии номер один. Друг к другу ребята рассказывали о своих городах и обменивались подарками. Я впервые в России и мне очень понравился Южно-Сахалинск. Он такой спокойный. Правда, у вас немного прохладно. Я бы хотела здесь жить и я мечтаю побывать в Холмске. Там остались японские строения эпохи Карафута. Интересно их увидеть. Форма очень хорошая. Как я поняла и знаю, что это школьники из самой престижной школы Японии. И выглядят они абсолютно так же, подобающе. Это было для нас большим удивлением. Мы были очень рады, что нас посетят японские школьники. Мы волновались, но думаю, мы справились. Ранее с визитом в Японию побывали сахалинские учителя. Для них там подготовили чайную церемонию и концерт. Мне поразило, как дети вели себя во время этого концерта. Как-то затылок к затылку, тишина идеальная. Даже и практически глазом не моргнут. То есть вот отношения, ну вот тут, наверное, это уже менталитет. Новая система онлайн-продажи билетов на междугородние рейсы дает первые результаты. В Сахалинской области она стартовала летом и сейчас включает три направления. Из Южно-Сахалинска, Вуглегорск, Невельск и Хомск. Можно купить билет, находясь дома. Не обязательно идти в кассу. Достаточно зайти на сайт rfbas.ru, выбрать направление откуда-куда, дату поездки и приобрести билет. Почему нам, как Министерству транспорта, это интересно, и мы стараемся это дело продвигать. Потому что мы сейчас уходим от кассира, от человеческого фактора, который продает билеты на начальном и на конечном точках. Это также один из элементов борьбы с нелегальными перевозчиками. В ближайшее время приобрести билеты через интернет можно будет и на другие автобусные маршруты. Всего за несколько месяцев услугой онлайн-продажи воспользовались более 600 сахалинцев. В планах сайта rfbas.ru распространить систему и на морские суда. Все лето участники проекта «Битва урожаев» боролись с погодными условиями, огородными паразитами и сорняками. Все для того, чтобы доказать, выращивать самим овощи и фрукты выгоднее, чем покупать в магазинах. Не говоря уже о вкусовых достоинствах продуктов. Финал битвы расставил все по своим местам. Что дешевле, а что дороже, узнаем далее. До финала проекта «Битва урожаев» зашли не все участники. Изначально на тропу войны с дорогими и невкусными продуктами ступили 8 огородников. Но испытания оказались по плечу не каждому. Эстет Сергей выращивал редкий сорт помидоров с помощью специального оборудования. Подсчеты себестоимости томатов оказались неутешительными. Более 5000 рублей за килограмм. Совершенно плохой из меня огородник. Особенно дома. Но я не теряю надежды. И вот сейчас началась у меня попытка номер 2. И сейчас надеюсь, что второй раз у меня получится наконец-то собрать помидоры. Ну, в количестве более чем трех штук. Необходимо также учесть и вкусовые качества продуктов. Организаторы подготовили для каждого вида по два соперника. Так огурцы Ярослава соревнуются с овощами из местного совхоза и китайскими аналогами. Участники проекта и независимые эксперты не знают, что именно они пробуют. Оценку дают пронумерованному продукту. Как и следовало ожидать, наибольшее количество баллов набирают домашние овощи. Совхозные мне не понравилось. Они почти безвкусные. Почти. Ну, так есть, конечно, вкус, но не очень. Китайские горчат. И прилично. А наши, ну, они сладкие. Живые сладкие огурцы, конечно. Изначально стоимость огурцов Ярослава выходила на 264 рубля за килограмм. Однако со временем стало понятно, что количество плодов превосходит все ожидания. Ценник резко пополз вниз. Чем больше плодов, тем ниже их себестоимость. Нет, мы не ожидали. Мы думали, что килограмм 60-70 будет, но вышло как вот 170. Ну, я не знаю, это благодаря проекту, не проекту, но урожай в этом году очень хороший. Эта же история произошла практически со всеми участниками проекта битвы урожаев. С каждым днем выращенные своими руками продукты становились дешевле. Даже кабачки Светланы, несмотря на подтопление участка, как говорят дачники, в итоге взялись за ум. Да так, что счастливые участницы проекта даже не успевали делать заготовки. Я сама в начале проекта была на 100% уверена, что выращивать собственный урожай на даче огорода это экономически невыгодно. Что проще все-таки пойти в магазин и купить, да? Особенно осенью, в сезон разгар выращивания, когда в магазинах это все дешевле, чем в другие времена года. В это не верили ни скептики, ни даже более оптимистично настроенные эксперты. Но цифры говорят сами за себя. Выращивать овощи и яблоки на даче оказалось выгоднее, чем покупать их в магазине. В среднем на 25%. Но на этом наши участники останавливаться не намерены. Уже в следующем году будет объявлена новая битва урожаев. И сейчас наш эфир продолжает рубрика «Точка отсчета». В Южно-Сахалинске наш железнодорожный японский кроссовер сбил пешехода. 44-летняя женщина переходила дорогу по безопасной зебре в районе дома номер 126. В это время на север по правой крайней полосе двигался внедорожник из Узуму. За рулем находился 82-летний Южно-Сахалинец. По его словам, в этот момент по левой полосе ехала еще одна машина. Она перед пешеходным переходом затормозила, а он не успел. И переходившая дорогу женщина попала под колеса его авто. С переломом бедра и ушибами она была доставлена в больницу. А на пересечении юго-западной объездной и улицы Октябрьская не смогли поделить дорогу грузовой автомобиль и японский микроавтобус. По предварительным данным, на перекрестке не работал светофор. Самосвал буквально протаранил «Тойоту». В результате небольшие травмы получил водитель микроавтобуса. Его машина восстановлению не подлежит. В Тамари фигурантами сразу двух уголовных дел, связанных с наркотиками, стали 29-летний сахалинец и двое воспитанников Красногорского детского дома. Этому предшествует череда событий, смахивающих на детективную историю. По версии следствия, двое воспитанников Красногорского детского дома находились в гостях у 29-летнего местного жителя, где один из подростков, увидев на подоконнике в зале пакет с семенами наркотика, содержащего растения, похитил его. В дальнейшем данный пакет обнаружила сотрудница детского дома, после чего об этом факте стало известно сотрудникам полиции. После беседы с полицейскими подростки рассказали, где и у кого они украли семена. В дальнейшем их владелец также был задержан. В ходе допроса он поведал, что коноплю планировал выращивать для себя. Расследование уголовных дел продолжается. Все фигуранты находятся под подпиской о невыезде. Сахалинские хоккеисты провели открытый урок для юных горнолыжников в комплексе «Кристалл» ребята приняли участие в адаптивных веселых стартах, пообщались со спортсменами и взяли у них автографы. Рука об руку юные горнолыжники соревнуются с лидерами профессиональной хоккейной команды «Сахалин». Эти ребята – начинающие спортсмены. В секции они занимаются в отдельной особой группе для детей с ограниченными возможностями здоровья. Сегодня вместе с хоккеистами маленькие лыжники участвуют в веселых стартах и тренируют свою спортивную сноровку. Первый посыл – это нести добро детям. Хотим поиграть им, чтобы они немножко отвлеклись со своей жизнью. Были хоккейные матчи, например, с ребятами из дома. С маленькими детьми первый раз такой опыт. Всего в адаптивных веселых стартах с хоккейной команды «Сахалин» приняли участие чуть больше 10 ребят. Впрочем, количество участников не играло никакой роли. Главным для юных горнолыжников и хоккеистов стала дружественная атмосфера и спортивный дух. Ребята-хоккеисты решили немножко поиграть с нашими детишками, поздравить их с завершением летнего сезона, с началом нашего и их зимнего сезона. Эти ребята у меня занимаются отдельно именно в своей группе. Это группа адаптивки. И вот они вот в своей компании у меня уже некоторые детишки третий сезон, а некоторые пришли первый раз. Многим участникам самостоятельно выполнять спортивные упражнения было нелегко. Им помогали родители. А бежать в конус, переложить мяч с одного места на другое и даже передвигаться вперед спиной. Все эти задания, несмотря на трудности, выполнили все участники адаптивных стартов. Ребенок не сидит в четырех стенах и находится в обществе. Дети тут разные и особенные, и здоровые. Это очень плюс для наших деток. Очень понравилось. Вот это сочетание со взрослыми. И деткам интересно было, и нам самим интересно. Это же физическое развитие. Дети укрепляются, становятся активнее. Это же спорт, он всегда помогает. Поздравляем тебя. Приятным завершением спортивной встречи стало вручение подарков и грамот. Напоследок спортсмены оставили на них свои автографы. Футбольный клуб «Сахалин» обыграл Иркутский «Зенит». Матч прошел на поле противников в рамках 11-го тура профессиональной лиги «Зоны Восток». Соперникам уже на четвертой минуте удалось размочить счет. Защитник Александр Усов головой перевел мяч в сетку ворот, но удержать преимущество хозяева не смогли. Через 8 минут Андрей Бочков сравнял шансы, а на 22-й минуте Юрий Пугачев вывел «Сахалинцев» вперед. Счет 1-2 так и остался на табло до конца игры. С различными травмами в больнице сейчас находятся 4 наших футболиста. Из-за нехватки кадров главному тренеру «Сахалина» Сергею Булатову пришлось выпустить галкипера в качестве полевого игрока. Хочется, чтобы в нашем футболе, в нашей большой семье, которая есть, уважительно относились к футболистам. Здесь я делаю такую ремарку по футбольному полю. На этом футбольном поле играть нельзя. Назвать его качеством даже нельзя, поэтому качеством им нельзя. Игра проводилась не на футбольном поле, а на стадионе Трук. И на этом у меня все. Эти и другие новости найдете на сайте айств.ру. Я же с вами прощаюсь и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok